мое почтение я александр михельсон период отпусков закончился и я снова приступаю к активным съемкам тест-драйвов и в том числе вот таких лайв обзоров новых автомобилей тех машин которые только что появились на тесте и пока просто руки не доходят до съемок полноценной программы а между тем информации много интересной сегодня я хочу рассказать вам про как мне кажется одну из самых ярких новинок осени которая уже появилась в дилерских салонах это бмв x4 бмв совершенно логично продолжает развивать тему которую в общем то они и изобрели четырехдверных полноприводных купе до недавнего времени а вернее до появления x6 такого понятия как четырехдверное купе не было вообще тем более на полном приводе но вот появился x6 и скажем так стал законодателем мод в этом сегменте более того у конкурентов пока по сути нет автомобиля который бы мог что-то противопоставить x6 и вот совершенно логичное движение маркетологов и инженеров компании они теперь пытаются занять более низкую по цене нишу и выкатывают очень похожую на их шестой по стилистике машину которая называется естественно x но в данном случае x4 автомобиль действительно очень похож на x6 но тем не менее он чуть компактнее и я бы сказал чуть гламурнее к сожалению здесь не так много места чтобы показать автомобиль во всей красе но тем не менее во первых буду использовать немножко фотографий чтобы в объеме показать машину а во вторых я думаю и этого видео будет вполне достаточно чтобы вы поняли что машина очень похожа на x6 по контурам кузова по крайней мере сбоку она практически идентична у модели новые фары те самые фары та самая форма фар которая появилась на рестайлинговом x4 выглядит такая оптика очевидно интересней более того я думаю она просто спасла внешность x3 потому что до того как ему поменяли вот эти самые фары машинка смотрелась именно из-за оптики мягко говоря не здорово вот теперь все встала на свои места здесь подобная форма фар появилась сразу что я считаю совершенно правильно и логично вот теперь могу наверное показать вам автомобиль в объем но видите что по сути это и есть x6 только в миниатюре давайте разбираться дальше что интересного в этом автомобиле изобрели инженеры бмв начну с того что и наверное это самое главное достижение модели что салон у автомобиля достаточно большой и просторный я сейчас не говорю про дизайн об этом чуть позже и вот ровно для этого было сделано некоторое количество ухищрений которые ну в общем если присмотреться видны сразу но во-первых обратите внимание насколько тонкие если так можно сказать спинки задних кресел обычно особенно в таком классе автомобилей спинки сидушек выглядят очень объемно здесь посмотрите если бы не было вот этих поддерживающих сбоку крыльев то спинки сидений были бы действительно очень тонкими все это делается для того чтобы как можно больше использовать полезного пространства в салоне еще одно крайне интересное решение которое вызымело свои плоды правда это очень сложно будет показать вот в такой оперативной съемки но тем не менее крыша у автомобиля она очень рельефная и вот ровно здесь над головами пассажиров она имеет если можно так сказать углубление которое позволяет в общем не задевать головой потолка не знаю насколько это будет хорошо видно я думаю видно тем не менее фонарик он вот в выступе в таком все остальное пространство вогнуто и вот поэтому садясь на заднее сидение x4 с удивлением понимаешь что места здесь много хотя снаружи машинка ну большой точно не кажется и особенно есть опасение что сзади за счет вот этого скоса стоек задних здесь будет места мало ничего подобного вот смотрите я во первых головой точно не задеваю я сижу достаточно ровно здесь сантиметров пять как минимум есть да а рост у меня ну не самый маленький и смотрите вот еще что интересно коленки посмотрите я не то что не задеваю здесь буквально сантиметров 75 может быть но тем не менее есть а сидение стоит в таком нормальном положении то есть я сижу сам за собой намеренно переднее сидение я вперед не сдвигал вот как выглядит багажник автомобиля такая массивная очень крышка когда дверь багажника закрыта вместо заднего стекла по большому счету бойница очень узкое стекло иначе не скажешь и вот что у нас здесь в багажнике а в багажнике у нас есть один интересный нюанс у x4 вообще нет ни запаски не докатки не даже какого-то рем комплекта вот просто такой такой набор ящичков куда можно разложить разные разные мелочи а ящичек вернее вот это основа ящичка она прикручена болтом я было пытался ее поднять как-то оторвать но потом увидел что просто банально все это прикручено там внизу ничего нет почему компания пошла на такое решение ровно потому что на данной модели штатно установлены шины ren flat те самые шины которые невозможно практически проколоть вернее скажем так на проколанных шинах можно проехать достаточно длительное количество километров и здесь тоже есть один нюанс вот эти самые шины нового поколения если раньше на шинах ren flat можно было проехать 150 километров то вот на этих шинах в данном случае это пирелли можно проехать лишь 80 километров хотя это тоже очень много но при этом они заметно мягче теперь давайте попытаемся попасть в салон ну вот видите нам пишут что настоящий автомобиль оборудована спутника и противоугодной системой тоже я могу предположить штатно открываем водительскую дверь и видим совершенно классический настоящий салон настоящего бмв ну вот я на водительском месте сразу могу отметить высокую посадку по дизайну здесь чистый стопроцентный бмв здесь несколько проще чем в новом поколении x5 и x6 в том числе но такая классическая бмвшная компоновка всего немножко развернутая центральная консоль к водителю ну в общем то и все монитор достаточно большого размера я предполагаю дюймов 8 и в общем то очень очень ярко выраженная боковая поддержка очень такие облегающие плотные кресла но это версия м то есть это версия в м пакете соответственно я предполагаю что здесь вот эти все спортивные нюансы они более ярко проявляются теперь давайте я попробую включить зажигание вот таким образом выглядит ключ автомобиля тоже все классика только вот появилась такая синенькая интересная обводка pp образная теперь давайте заведем кнопка старт стоп вот она на панели и включим даже не заведем автомобиля включим просто просто зажигание ну здесь тоже классика жанра цветовая гамма и в общем интерфейс тот же самый как и на других моделях панель приборов вот как выглядит во включенном состоянии очевидно все немножко проще чем на старших моделях но знаете ли и экономить тоже даже бмв на чем-то нужно зато цена автомобиля куда более приятная чем ну скажем у старшего брата x6 вот здесь между сиденьями тоже классическая шайба управления всеми электронными да вообще всеми системами практически автомобиля и характерный чисто бмв шный селектор передач с помощью вот этого рычажка можно как это правильно сказать совершать навигацию по меню а нажатия на кнопку это по большому счету нажатия клавиши enter вот таким образом все это выглядит и вот как перемещение вот этого кручение вот этой шайбы отражается на дисплее соответственно когда вы выбрали например вот профили или багажная дверь давайте выберем нажимаем enter и соответственно у вас появляется интерфейс соответствующий регулировкам багажной двери вот например в данном случае нам на экране показывают что можно отрегулировать высоту подъема задней крышки крышки багажника что тоже наверное удобно для людей разного роста все движения сиденья и можно совершать с помощью вот этих клавиш тут также есть клавиша памяти и судя по цифрам два положения которые можно запомнить и еще обращаю ваше внимание у сиденья есть вот такая интересная функция которая позволяет регулировать вот эту часть его то есть зависимости от длинные ног можно либо задвигать либо вот выдвигать эту эту часть подушки что тоже я предполагаю удобно и позволит удобно устроиться за рулем людям разного роста ну и заключение буквально несколько слов о ценах и комплектациях так вот базовая версия bmw x4 называется она x drive 28 а и будет оборудована бензиновым мотором мощностью 245 лошадиных сил он двухлитровый и цена модели от 3 миллионов трехсот тысяч вторая бензиновая версия развивает мощность 306 лошадиных сил это трехлитровый двигатель известный по многим моделям бмв цена от 2 миллионов пятьсот десяти тысяч рублей есть также две дизельные модификации первая называется x drive 30 д и она трехлитровая мощность мотора 249 лошадиных сил что приятно по нашим налогам цена вопроса 2 миллиона четыреста шестьдесят тысяч рублей и самый мощный движок тоже дизельный он битурбированный то есть двумя турбинами мощность правда немного отличается от бензинового мощного 313 лошадиных сил но цена вопроса уже возрастает до почти трех миллионов а именно 2 миллиона семьсот четырнадцать тысяч рублей на этом я прощаюсь с вами смотрите мои полные тесты лайф обзоры просто обзоры автомобилей на сайте михельсон тиви на канале в ютюбе и если вам программа нравится только в этом случае ставьте лайки и удачи на дорогу а